На сегодняшний день есть два основных направления. Это не значит, что нет других. Есть и другие направления в Кабале, но есть два основных. Основных в том смысле, что наибольшее число последователей у этих двух направлений иудаизма. Одно из направлений – это Рам, Иуда, Лейб, Ашлаг. Второе направление – Рам, Ицхакук. Теперь, я, как вы понимаете, лично я принадлежу вот к этому направлению. Куковскому. Лично я сам куковское направление. Та школа, которая Кабала-центр – это школа Ашлага. И это два основных массовых направления. Теперь, в чем они отличаются принципиально? Во-первых, кто является сегодня представителем того и другого направления? Значит, Ашлаг, его ученики, и его школа, и ее, так сказать, вязные трансформации – это все Кабала-центры по миру, которые есть, самые разные школы уже деталей. А Рав, Кук – это все религиозные сионисты. Религиозные сионисты – это все, кто ходит в вязаной кипе в Израиле. Это не значит, что нет деудих. Есть еще и деудие. И много. Ну, например, Хаббат. Это другое. Это не это и не это. И так далее. Есть еще много-много-много деудих. Но это два основных. Хаббат тоже, естественно, каббалистическое движение. Если вы знаете, что это такое, я уж не буду сейчас во все это углубляться. Теперь, в чем состоит главная кардинальная разница между этими направлениями? Прежде всего, они растут из двух противоположных направлений XVIII века. Одно – это хасидизм, а другой – это литваки. Теперь, литваки. Литваки. Которые называются иногда местнагдим, то есть противники. Но более точно, пожалуй, даже не литваки, мы скажем, а именно Веленский Гаон. В личном виде. Веленский Гаон. Просто Веленский Гаон – это глава направления литваки. Но в основном это все-таки прямо личное учение Гаона. Поэтому, если мы хотим разделить, откуда эта разница идет, эта разница идет еще из XVIII века. В XVIII веке, в конце XVIII века, возникло движение хасидизма, которое все целиком основывалось на Кабале. И ему противостояло Веленский Гаон, который объявил хером на хасидов. Хером – это отлучение. И их пытался отовсюду изгнать. И он не смог их изгнать, кроме как из Литвы. В Литве осталась полностью школа Гаона. В остальных местах, остальные места – это Восточная Европа. Украина, Польша. Там осталось и то, и другое, смешано. Но в целом Рав Кук, хотя у него, так сказать, мать из Хабада, но отец у него в Литвах, и отец и его направление – это Веленский Гаон. А Рав Ашлаг – это одно из направлений хасидизма. Более точно пшисха, но это уже детали. Теперь, чем отличалась Кабала хасидизма от Кабалы Веленского Гаона? И это различие дошло до сегодняшнего дня. И это различие сегодня очень-очень сильно. Отличие было в следующем. Хасиды. Знаете, сколько хасидизм? Все знают слово хасидизм, да? Все слышали. Но все, наверное, читали какие-нибудь хасидские майсы. Это называется там истории всякие хасидские, правда? Все, наверное, слышали про Абинахмана из Братслава, да? Что-нибудь такое. Вот Хабад – это тоже одно из направлений хасидизма. Что такое было хасидизм? Хасидизм – это было движение, которое в XVIII веке, в конце XVIII века смогло вдохнуть новую жизнь в еврейство Украины. И они для того, чтобы вдохнуть эту новую жизнь евреевство Украины, хасидизм совершенно перестроил всю организацию общины, всю систему преподавания Тары, всю вообще еврейскую жизнь, используя при этом Кабалу. Это было фактически одно из первых, наверное, массовых течений, которое использовало Кабалу просто вот всюду, прям на ней основывалось абсолютно все. Теперь, как хасиды использовали Кабалу? Они сделали проекцию Кабалы на психологию. То есть, Кабала, поскольку она говорит о вещах очень возвышенных и сложных, и для простого человека не всегда ощутимых, хасиды сделали проекцию этого всего на психологию. И человек стал видеть все эти вещи внутри себя. И поскольку он видел внутри себя, то это стало близким, понятным, очень воодушевляющим, очень сильным, очень энергетичным, вдохнуло огромную энергию, радость жизни и веселье в жизни людей, и хасиды победили. В этом плане их течение укрепилось, и оно стало неотъемлемой частью еврейской традиции. И, как я уже сказал, главным, что было у хасидов, они спроектировали, спроектировали Кабалу в психологию. В понимание человека внутри себя, как оно у себя внутри устроено. А вот Веленский Гаон, который был противником хасидизма, он был противником не только в смысле политическом, или не только в смысле социальном. И считал, что хасиды неправильно общину организуют. Он был совершенно другого направления в Кабале. И у него Кабала была, он ее проектировал на общенациональный, а не индивидуальный уровень. То есть, с его точки зрения, он объяснял на основе Кабалы ход истории развития еврейского народа. И предсказал совершенно в конце XVIII века создание Израиля, и как это будет, и почему это произойдет. И вот всю еврейскую историю последних двухсот лет Веленский Гаон весьма точно предсказал. Потому что он Кабалу использовал на общенациональном, а не индивидуальном уровне. И вот это различие очень сохранилось. И оно фактически продолжает сегодня быть в Кабале Рава Кука и Кабале Рава Шлага. Рава Шлаг, который хасидская школа, он дал новый уровень проектирования Кабалы на психологию. То есть, на личные переживания человека, на личную жизнь человека. Но не дал принципиально проектирование Кабалы на общенациональный уровень. А Рав Кук делал просто ровно наоборот. Он дал проектирование Кабалы на общенациональный уровень, прежде всего. Объяснив на основе Кабалы, что происходит с народом, как формируется государство Израиля, куда нам двигаться в общенациональном плане, как нам руководить государством, и как нам привести Тару в мир на еврейско-национально-государственном уровне. И поэтому это совершенно разные направления. Рава Шлаг был сам сионистом. Он, когда в 19-м году начался, после окончания Первой мировой войны, в 19-м году Декларация Бальфура стала основной государственным международным законом. Ну, значит, Декларация Бальфура, она была проведена в 17-м году, за неделю до Октябрьской революции, кстати. Они и Октябрьской революции начали в одном номере Таймс. И в 19-м году, после окончания Первой мировой войны, Лига наций приняла Декларацию Бальфура, как международный закон, включил ее в мандат на Палестину. И этот мандат в 19-м году начал оформляться, в 21-м он оформился окончательно. И Ашлаг, который жил в Варшаве и был сионистом, приехал в Эра Цесаэль, поскольку он считал, что в стране Израиля и нужно реализовывать еврейскую жизнь. А Рав Кук в это время был уже главным раввином Израиля. Он стал раввином Тель-Авива, или точнее, так сказать, сионистского движения в 1904 году. Дальше, в 14-м году он уехал в Европу на конференцию, а Гуда Цесаэль началась война. Он был в Швейцарии, потом переехал в Англию как раз. И в Англии очень участвовал в декларации Бальфора, и вообще в конфликте вокруг декларации Бальфора, который был, и оказал громадное влияние на то, что британское правительство признало декларацию Бальфора. Пустили за это орден Британской империи, кстати. И в 1921 году он занял пост главного раввина Израиля. И когда Ашлаг приехал в страну Израиля, он пришел к главному раввину получить раввинское благословение, свой статус подтвердить. Это стандартная процедура. Человек, приезжающий в новое место, наносит визит раввинам этого места. И Равкук, разумеется, ему дал все эти благословения, подтвердил его статус и сказал потрясающую вещь в 1920 году. Что кабала, которую ведет Ашлаг... Ашлаг в то время еще не написал все свои основные книги. Он только преподавал. Что кабала, которую ведет Ашлаг, эта кабала будет востребована народами мира. А ту кабалу, которую он дает, она будет именно наследием Израиля. В 1920-е годы. То есть задолго-задолго до того, как вообще все это у нас стало. Именно так и так. Теперь, почему? Потому что кабала Ашлага, по своей сути, это кабала индивидуума. Но не кабала народа. И хотя Ашлаг был сионистом, в его кабалистических трудах сионизм не занимает никакого места. Там просто нет упоминания про сионизм. Ну, фактически нет, да, там чуть-чуть. Потому что его кабала – это кабала индивидуума, и она остается для всех такой же. И в этом смысле она очень понимаема народами мира. А тот тип кабалы, который дает Равкук, его невозможно понять, не интегрировавшись в Израиль. Это совершенно другая штука. Вот надо сказать, что я лично, например, когда я был в отказе, я начал, я сказал, я уже в 75-м году начал учить иудаизм, а уехал только в 87-м. То есть прошло 12 лет, пока я жил в Советском Союзе и занимался еврейской деятельностью. И к нам постоянно приезжали разные посланники из Америки, из Израиля, поддерживали эту независимую деятельность в Советском Союзе еврейскую. И приезжали много из учеников из школы Рава Кука. Я пытался все время у них понять, что говорит, собственно, Равкук. И никто не мог объяснить. Потому что пока я сам не переехал в Израиль, пока я сам не стал учиться уже внутри этой системы, я не мог этого бы сам понять и объяснить. Настолько это все завязано на некоторую сущность именно Израиля. Теперь. И в этом смысле эти две школы очень удачно друг друга дополняют. То есть очень много индивидуальных вещей проводится в школе Ашлага. И это очень важно для того, чтобы человек вообще мог начать этим заниматься и мог вообще понять. Потому что школа Рава Кука гораздо сложнее. Гораздо сложнее в Кабале. Потому что она вся завязана на общенациональный принцип. Начнем с вопросов индивидуальных. Значит, что такое вообще Кабала и зачем она нужна? На индивидуальном уровне. Или даже на общенациональном уровне. Зачем вообще нужна Кабала? На какой вопрос она отвечает? Почему вообще это людям интересно? Значит, в еврейской традиции. Или точнее, это будет правильно сказать, не в еврейской традиции. А правильно будет сказать так. Так, в том божественном учении, которое Бог через еврейский народ дает человечеству, вот в этом божественном учении есть разные части, как мы сказали. Есть письменная тара, есть устная тара и есть скрытая тара. И письменная тара, то есть Танах, то есть он же Ветхий Завет, он описывает идеалы. Он описывает систему ценностей. Он отвечает на вопрос, что такое добро и что такое зло. Как вообще правильно, фундаментально. И это и есть главный вопрос, который занимает Танах. Что такое добро, что такое зло, какой путь человека на земле. И поскольку это вопрос универсальный и подходит и важен для всех, для любого человека, еврея или нееврея, поэтому Танах стал основой западной цивилизации, поэтому его перевели на все языки мира, поэтому на нем построено христианство и ислам, и поэтому он является основой и фундаментом всей западной цивилизации. Потому что он вещь универсальная, отвечающая на вопрос, что такое добро и что такое зло, и как вообще ценности человеческие устроены, и по какому пути идти человеку. Религия вообще в принципе, ее задача – это установление системы ценностей и общения человека с Богом. А каббала, как более узкая часть религии, это вопрос о смысле. То есть, это вопрос с точки зрения функционирования мира, зачем происходит, как происходит, какие механизмы духовного развития. Этим, собственно, каббала и занимается. Рассмотрим несколько примеров простейших. Ну, вы, наверное, знаете такой важный принцип каббалы, который называется цимцум. Правда? Наверное, все его слышали. Цимцум или буквально самосокращение – это то, что, как считает каббала, первое действие Бога при создании мира. Вначале все наполнено бесконечным божественным светом, и нет никакого места, где можно создать мир, и где можно дать жить человеку. И чтобы создать такое место, где может существовать человек, божественный свет себя самосокращает. Это и есть слово цимцум. Он как бы расступается к краям, освобождая пустое пространство. И в этом пустом пространстве дальше формируются миры. Вы, наверное, все это слышали, хоть что-то читали по каббале, и какие-то лекции слышали, это самое-самое первое, с чего начинается. Правда? Теперь давайте переведем это на психологию. То есть, делаем проекцию при индивидуальном подходе, как с точки зрения психологии мы эту концепцию можем себя обогатить, как мы можем увеличить свое познание, понимание мира на основе концепции цимцум. Еще раз. Вначале у нас есть бесконечный божественный свет. В этом бесконечном божественном свете ничего существовать отдельное не может, оно немедленно сгорит. Все равно, что внутри солнца что-то поместить. То есть, в солнце ничего отдельного от солнца быть не может. Любой предмет, помещенный в солнце, немедленно сгорает и превращается в солнце. То есть, если у нас есть бесконечный божественный свет, то нет места ничему другому. Чтобы дать место другому, нужно подвинуться самому. Понимаете, да? Если я хочу, чтобы у другого было место, то я не должен занимать все. Пусть даже я самый лучший, самый правильный и самый хороший. Но если я буду занимать все, даже с вами понимать, то не будет места для другого. Поэтому самая первая моральная идея, хочешь, чтобы другой существовал, дай ему место. Не дави на него постоянно. Не следи за каждым его действием. Дай ему развиваться. Иначе ничего не будет. Очень важный урок нам в отношении к детям. Правда? Вот. Но еще один важный урок здесь. Он состоит в том, что существа живые, ну или человек, да, в данном случае, конечно, не может существовать, если слишком много света. Необходим некоторый уровень темноты. Если мы хотим, чтобы что-то жило, то нужно уменьшить количество света, которое на него падает. Потому что он не может столько света вынести. Поэтому темнота является столь же необходимо важной, как и свет. Поэтому, если вы видите, что кто-то другой, но вот не понимает ничего, ты ему объясняешь 25 раз, и он все равно ничего не понимает, то, может быть, этот свет ему не нужен. Может быть, он не зря не понимает. Понимаете? Потому что каждая духовная единица живет на своем балансе света и темноты. И если будет слишком много света, оно его сожжет. Поэтому это просто чувство самосохранения. Многие люди закрываются от света в определенных областях, потому что они понимают интуитивно, конечно, совершенно, а не сознательно и разумно. Сознательно и разумно они вам будут объяснять, что цвет неправильный. Но интуитивно у них есть понимание, что это их сожжет, если этот свет будет. Он им не нужен. Не пытайтесь объяснить людям то, что им не нужно. Понятно, да? Понятна эта идея? Вот вам пример, что такое проекция кабалы на психологию. Понятно? Отлично. Давайте еще один пример разберем. Небольшой. Тоже довольно простой. вы знаете, конечно, все слова сферот. Правда? Сферот? Что такое сферот? Сферот? Все знают 10 сферот? Нет? Не все? Но как только вы начинаете учить кабалу, это самое первое. Что открываете? 10 сферот. Нет? Теперь. слово сфера происходит от ивритского слова сфар-граница. То есть, сфера – это что-то ограниченное. И, кстати, отсюда происходит понятие миспар, в смысле число, потому что, если это ограниченное, то это можно пересчитать. А если это неограниченное, то и пересчитать нельзя. Теперь. И отсюда же слово сфер – рассказывать. Или слово сфер – книга. Потому что, если это ограниченное, то об этом можно рассказать. А если это неограниченное, то об этом и рассказать нельзя. Поэтому божественное может появляться в двух, как бы так сказать, подходах Подход Ор Эйн Соф, то есть Свет Бесконечности Он именно Эйн Соф, то есть нет конца, нет границы Про него нельзя рассказать, его нельзя описать, потому что у него нет границы А если нет границ, то его сказать и описать нельзя, и пересчитать нельзя И сфера, сфера или сферот, множественное число, это то, что ограниченный божественный Свет Он ограниченный, поэтому можно пересчитать, поэтому его можно описать, о нем можно сказать Потому что у него есть граница То есть сфера это ограниченная область божественного света Например, божественная милость, Хэсет, это сфера Или божественная справедливость – это гвура, да, это другая сфера. Или, например, божественная мудрость – это отдельная часть, это отдельная сфера и так далее. И там разные аспекты божественности, разные ограниченные аспекты, они и называются сферот. Понятно это, да? Это все очень просто, это все элементарно, это вы берете вот эту книжку и все здесь объясняется. Теперь, но сфера по своей сути, она ограничена, она в себя вмещает ограниченную часть божественности. И как только сфера пытается в себя вобрать больше, чем она вмещает, она лопается. И поэтому, как только какая-нибудь позитивная и хорошая вещь и очень правильная идея говорит «я есть все», она очень быстро ломается. Как только вы пытаетесь сказать «красота спасет мир», то ничего из этого не получается, ничего она не спасает, а наоборот. Как только вы говорите «главное – это справедливость», то никакой справедливости не будет. Как только вы пытаетесь сказать «главное – это мир», то это самый первейший путь к войне. Понимаете, да? Как только, ну, то уж нечего и говорить, что как только вы говорите, что «главное – это милость», и всем помочь, и начинается всеобщий велфир, и тогда все разрешается вообще. Это уж понятно, да? Это более понятно. Это уж самое понятное, да? Да, что неограниченная милость приводит к полному совершенному завершению милости. Неограниченная справедливость приводит к полному завершению справедливости. Неограниченная борьба за чьи-нибудь права приводит к полному лишению его прав. Знаете, да? Там какой-нибудь марксистм боролся за права трудящихся. И ни малейших прав у трудящихся не было в марксистских странах. Понятно это, да? Это всегда так бывает. На то она и сфера. То есть на то она и ограниченная часть. Поэтому никогда нельзя ни в коем случае никакую правильную идею абсолютизировать. Как только любая правильная идея говорит, я спасу весь мир, самое главное – это вот это, да, всё, что тебе нужно – это любовь, ничего подобного, ничего не получится. Как только любая правильная хорошая вещь хочет сказать, что всё можно вместить в неё, она лопается, разрушается, осколки падают в скорлупу, в грязь, и система вся рушится. Потому что ни в какую ограниченную часть божественности нельзя запихнуть божественность целиком. Ни в какую правильную идею нельзя запихнуть весь мир. Мир, он божественен. И в своём изнообразии, и в своём несоответствии, и в своей нелогичности. Как замечательная фраза, что гармония мира не знает границ. Вот как только вы какую-нибудь границу даёте для гармонии мира, эта граница сломается. И гармонию не вместит. Вот. И вот это ужасно важный урок. Потому что, если мы хотим построить конструктивный мир, то он должен состоять из разных вещей, которые друг другу противоречат. Которые друг с другом не согласуются. Которые друг с другом борются. Но только они все вместе являют миру божественную систему. И вот это система сферот. Система сферот устроена так, что все сферот друг с другом конфликтуют и при этом гармоничны. Ну, как если, например, у вас есть дом, да, надувной. Чтобы надувной дом стоял, надо его двигать в разные стороны. И вроде противоположно. Одно направление там воздуха сюда, а другое в противоположном направлении. Вот тогда он будет стоять. Как только вы все силы в одну сторону, он свалится. Именно потому, что весь мир стоит на равновесии и вот этом самом конфликте противоположностей. Продолжение следует...